сравнение это основа аудиоэкспертизы недаром в теме hi-fi так популярно сравнение аналога и цифры но сегодня речь пойдет о сравнении совершенно другого рода я бы сказал другого масштаба в салоне nota плюс компания технологика будет демонстрировать ультра high-end систему и сюда же пригласили струнный квартет иными словами мы сравниваем живой звук со звучанием высококлассной системы и самое главное на это мероприятие взял бинауральный микрофон поэтому сравнение и прослушивание вы тоже можете поучаствовать как появилась идея этого мероприятия и какую задачу вы перед собой ставили когда его организовали но я хотел бы начать с того что данное мероприятие это является одним из многих мероприятий в цикле развития компании технологика нам всегда интересно пробовать что-то новое экспериментировать как с техникой так и со звуком идея именно этого мероприятия она вытекает из того что смысл хай-фая а тем более хай-эндэ ультра хай-эндэ это максимальное приближение звучания записанного музыки живому поэтому как бы очень логично было взять живое звучание и сравнить его запись ну скептики скажут что это достаточно наивный эксперимент потому что все таки у нас тут камерный квартет записи мы можем поставить симфонический оркестр ничего не получится и к тому же каждая система ну очевидно она играет как-то по-своему и добавить там такую окрашенность какой наверное не было и в записи в живом исполнении тоже не было ну наверное соглашусь с вами но я бы назвал это не наивным экспериментом а скорее смелым это одно из наших особенностей нашего подхода это быть максимально решительным и пробовать достаточно новаторские решения даже например если мы обратим внимание на состав системы он тоже в своем роде необычный и экспериментальный у нас здесь дружба народов это французский источник звука российское усиление и скандинавские акустические системы тоже такое достаточно смелое решение по компоновке системы что же касается вот этого самого мероприятия это сравнение живого звука звуком в записи это мероприятие как раз отвечает самой сущности high-end привести запись живому звучанию здесь мы их сравниваем с технической точки зрения задача сравнения живого звука со стереосистемой даже ультра high-end стереосистемы ну задача очень сложная кажется даже наверное невыполнимой с помощью какого оборудования вы ее решаете на сегодняшнем мероприятии мы показываем стереосистему на основе топового сиди супер аудио сиди проигрывателя французского бренда метроном технологии модели аква 1 это в линейке метронома это флагманский модельный ряд аква это полный сиди супер аудио сиди проигрыватель модель аква 1 дальше наверное усилителем перейдем что до силе усилительная часть сегодня у нас представлена российским производителем и салаб ламповые моноблочные усилители samson и также ламповый предусилитель салаб thunderbird модель так и самое главное блюдо наверное да это акустика да уникальная акустика пик консалт модель el diablo знаменитая акустика которая существует уже много лет это обновленная модель так скажем кабельная продукция у нас применяется ливен катмос это тоже наш российский производитель ну соответственно вся обвязка вот да совершенно верно акустический кабель межблочный силовой также и последний по списку не последний по значимости компонент это все-таки стойка да да это наша стойка бренд пилар тэк венгрия это хай-энд стойки для нашей техники чтобы получить максимальную виброразвязку и максимально точный звук помимо стойки пилар тэк мы также используем виброразвязку данного производителя модель называется изопоинт на виброразвязывающих элементах у нас установлен сиди супер аудио сиди проигрыватель метроном и также предварительный усилитель со стереосистемы тем что мы будем слушать мы уже разобрались осталось понять кого мы будем слушать ну смотрите я так считаю что музыка без музыкантов да наверное сложно такое представить поэтому мы позвали струнный квартет в его классическом составе первая скрипка вторая скрипка альт и виланчель называется да винчи это мои все коллеги мы с ними учились все люди с высшим музыкальным образованием которые ведут активную концертную деятельность поэтому я подумал что обязательно нужно этих людей пригласить чтобы они сыграли немного академической музыки немного более современной эстрадной музыки для сравнения нашего а что с репертуаром с живым ну и с записями тоже ну естественно я хотел выбрать композиции которые будут популярны и подобрать одни и те же именно цифровом источники и чтобы это смогли исполнить музыкант и таким образом у нас сравнение получается одинаковых произведений живьем и на системе да все верно конечно ну и последний вопрос это качество контента что будем слушать это будет самый качественный контент который смог найти это будут файлы dsd и dsf и также супер аудио сиди прежде чем приступить к прослушиванию необходимо обозначить несколько важных моментов первый из них это качество звучания все мы понимаем что бинауральная запись через youtube она не передает в абсолютном качестве то разрешение то богатство тембров которые присутствуют здесь в комнате при прослушивании второй момент поскольку это было живое мероприятие не было возможности перед каждой записью переставлять микрофон сцена получилась несколько разная квартет находился ближе он записан в ближнем поле более крупно а стереосистема стояла дальше нужно давать на это поправку при прослушивании и третий момент для прослушивания бинауральных записей необходимо использовать максимально качественные наушники с ровной частотной характеристикой и вот теперь мы можем приступать прослушиванию и 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Подведем итог. Живая музыка и прослушивание на ультра-хайн-системы это, конечно, абсолютно разный слуховой опыт, потому что характер звучания совершенно различный. Но самое интересное в этом было то, что в какие-то моменты очень увлекательно и эмоционально было слушать живых музыкантов, а в какие-то моменты столь же увлекательно и столь же эмоционально звучала стереосистема. И это, на мой взгляд, наверное, даже главный вывод из всего мероприятия, что ультра-хайн-это это действительно то, что может соперничать с живым звуком. И, конечно же, у каждого подхода есть свои плюсы. Когда слушаешь живую музыку, ты видишь музыкантов и заражаешься их эмоциями. А когда слушаешь хорошую стереосистему, у тебя есть возможность выбрать любой оркестр, любое исполнение, каких-то уже неживых классиков послушать и так далее. Во всем есть свои плюсы и свои минусы. Поэтому я предлагаю слушать и то, и другое. А у меня на сегодня все. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok